Как думаешь, почему за постановочные теракты в 99-м году все осужденные карачаевцы? По какой-то причине именно из них решили сделать козлов отпущения. Почему? Я не знаю. Видимо, вообще чем там руководствовались в ФСБ, когда они решали, так не знаю. Когда в Швеции произойдет столько терактов, как в РФ и Франции, полиция себя также будет вести. Чтобы в Швеции произошли такие же, столько же произошло терактов, как в России и в Москве, шведское правительство, как и в России, шведские спецслужбы должны их устраивать. Здесь спецслужбы в Швеции работают на безопасность своих граждан, а не для того, чтобы их убивать и развязывать какую-то войну. Поэтому здесь совершенно другая ситуация. Швеция не является империей. Она не имеет амбиции по захвату ближайших территорий, по колонизации датчан или норвегов, финнов и так далее. Поэтому в Швеции не происходит терактов, которые устраивало бы их правительство. При этом здесь бывают такие инциденты, нет-нет, когда, например, идиловский какой-то сумасшедший въехал на грузовике, по-моему, въехал в толпу в Стокгольме. Было такое. Ну, преступник. Такое тоже как бы бывает. И, разумеется, это как-то меняет подход полицейских, они становятся бдительнее. Но в Швеции, тем не менее, не бывает так, чтобы тебя на улице проверяли, останавливали. Такие вещи не происходят. Потому что в целом государству это не нужно. У государства нет цели ужесточить жизнь, усложнить жизнь своим гражданам. А в России это есть, потому что Россия, она должна, она имеет свои имперские амбиции. Ей нужно держать в колонии Кавказ, Татарстан, другие захваченные ею территории. А чтобы держать их под оккупацией, ей нужно постоянно имитировать какую-то угрозу внутреннюю, внешнюю. А как ее имитировать? Ну, естественно, нужны какие-то постоянные нападения, акты террористические. А кто их будет устраивать? Конечно же, сами российские спецслужбы. Отсюда и появляется рязанский сахар. А вот шведского сахара, как вы знаете, его нет. Самая большая тема у нас в Дагестане, это когда муж хочет взять вторую жену. Находятся и те, кто уделяют первой больше внимания, считая ее главной или второй. А вообще, это щепетильная тема. И когда жене Абдул Мусаев, я соглашусь, это вообще главная проблема сегодня в Дагестане, которую нужно в первую очередь решить. Я вообще заметил, что дагестанские блогеры именно вот эти темы поднимают. Они ведь самые важные сегодня, болезненные для дагестанского общества. Они рассказывают о том, брать вторую жену или не брать. Должна жена убираться дома, готовить мужу еду. На эту тему проводятся целые эфиры с шейхами. Ведь это же сегодня важная, самая главная, острая проблема для Дагестана. Все остальное, то, что там ширк и куфор на каждом шагу. Что идет открытый призыв к многобожию. Что просто так фабрикуются уголовные дела. Когда уничтожаются судьбы людей, это так, ерунда. Самая главная проблема это, что делать со второй, третьей женой. Как жениться на ней и как убедить их всех в том, что они должны убирать дома и готовить еду. Привет, Тумсо. Считаете себя современным мужчиной? Вы стираете и гладите рубашки, помогаете жене готовить еду и так далее. Вы сейчас как эмансипированный скандинавский мужчина или нет? Ну, у нас в семье не бывает такой нужды. Помогать жене гладить рубашки и стирать рубашки. Такого не... Ну, такой нужды в принципе нет. Если бы такая нужда была бы, может быть, я бы помог. Но у нас нет такой нужды. В нашей семье распределены как-то права и обязанности. У нас не возникает такого вопроса, что кто будет сегодня готовить или мыть посуду. У нас конкретно есть люди, которые занимаются этой работой. И все всем довольны. Никто никого не притесняет, не заставляет. Насилия в семье, хвала Аллаху, нет. И в целом у нас очень дружная и крепкая семья. Тумсо. Официальная средняя зарплата в Чечне 28,3 тысячи рублей. А люди говорят, что получают 9, 11, 11, 11, 18 тысяч рублей. Куда выходят деньги? Я не знаю сейчас, какая там средняя зарплата в Чечне. В 2015 году я, находясь на должности заместителя генерального директора, моя зарплата составляла 35 тысяч вместе с налогом. То есть я не получал 35 тысяч. Поняли, да? На руки я получил бы где-то там 30 тысяч. Я просто не успел получить эту зарплату. Где-то 30 тысяч я получил бы на руки. Это должность. То есть вышли меня до зарплаты только у генерального. Поняли, да? Теперь представьте себе средний уровень зарплаты. Поэтому это, конечно, ложь про эту среднюю зарплату. У нас были люди, которые работали там за 8 тысяч в месяц. Потом, что ты успел продать свою недвижимость в Чечне перед тем, как уехать? У меня нет, не было и нет никакой недвижимости в Чечне. Так что продавать мне ничего не пришлось. Квартира была съемная. Личного автомобиля на тот момент уже не было. Кула-класс. Служебный вернул обратно на работу. Так что все в этом плане. Хорошо, что они не смогли у меня ничего отжать. Тумсо, асалам алейкум. Что думаешь про фильм? Добро пожаловать в Чечню. Алейкум, асалам. Я не смотрел этот фильм, но я хочу вам порекомендовать фильм, который я посмотрел вчера. Документальный фильм называется «Диссидент» про убийство в Саудовском консульстве Истамбуле журналиста Джамаля Хашоги. Очень интересный материал, посмотрите его. Много полезного. Не, брат, суть вопроса была в том, что не должны ли мы называть себя Ахалюс-Сунны, как называли себя сами праведные предшественники. Я сам Ахалюс-Сунновский, и я заметил, как называются именно салафитами. Но я опять тебе отвечу встречным вопросом. А не должны ли мы называть себя просто мусульманами? Ведь наши предшественники называли себя мусульманами. Пророк, саляму алейкум, не говорил, что он из числа Ахалюс-Сунна валь-Джамах. И в его время вообще не было такого понятия, как Ахалюс-Сунна валь-Джамах. Тогда не должны ли мы так себя называть? Опять-таки, ты найдешь ответ на свой вопрос, когда ты ответишь на вот этот вопрос, заданный мною тебе. А ответ на этот вопрос и найдешь у ученых ислама. Посмотри, почему было введено понятие Ахалюс-Сунна валь-Джамаах. Как, в связи с чем это понятие вообще вводилось. Далее, почему была нужда в определении заблудших групп, давания им каких-то имен, названий и так далее. Изучи просто эту тему. Что думаешь о том, что твои собратья-либералы организовали успешную кампанию и передали муртатке, нине трех детей, которых она пыталась превращать в трансов? Я, честно говоря, понятия не имею, о какой нине идет речь. И ты ошибся, говоря про моих каких-то собратьев-либерал. Я мусульманин из числа Ахалюс-Сунна валь-Джамаах. Мои братья это мусульмане, братья и сестры. Это мусульмане. Поэтому я не знаю, что там сделали либералы, о какой нине идет речь и каких детей она пыталась превратить в трансов. Я, короче, далек от этого. Ты, по-моему, не туда пишешь. Речь о девушке Дагестана из фильма «Дождя» и редакции. Из-за нее топила новая ЛГБТ-сеть, ФБК и так далее. Мне казалось, ты с этими ребятами заодно. Речь о девушке из Дагестана из фильма «Дождя» и редакции. Я же по этому поводу высказывался. И с чего ты решил, что я с ними заодно? Ты ошибся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова